Так, нам нужен тест на равенство дисперсии, потому что оно как таковое применяется только для случая, когда дисперсии равны Если дисперсии не равны, то мы должны смотреть на один из этих двух тестов Запускаем Тест на равенство дисперсии математически подтвердил то, что было видно Итак, на графике, который мы исходно построили Что дисперсии, ну как и стандартные отклонения по разным странам явно не равны Тест Ливиния это подтвердил математический сигнификанс меньше 0,05 Нулевая гипотеза состоит в том, что дисперсии равны Отвергая нулевую гипотезу, значит дисперсии в генеральной совокупности не равны Табличка ОНО, следовательно, в данном случае смысла большого не имеет Смотрим сразу на Веллщ и Брауна Форсайта Эти два теста очень согласованы и обычно дают одинаковые результаты Итак, сигнификанс и там, и там Опять же, меньше 0,05 Нулевая гипотеза о равенстве средних по всем странам отклоняется Значит, делаем вывод Есть разница статистическая между средними значениями Продолжительности рабочей недели в разных странах Такой график мы уже строили через GraphChartBuilder Но только здесь нет отростков, которые характеризуют дисперсию или разброс Вокруг каждой средней Есть ощущение, что в России и в Украине продолжительность рабочей недели примерно одинакова Как это проверить? Можно вернуться к Т-тестам А можно проверить это внутри алгоритма дисперсионного анализа Для этого заходим в PostHoc Два блока PostHoc тестов Для случая, когда дисперсии равны Это не наш случай Для случая, когда дисперсии не равны В принципе, мы можем выбрать любой из этих тестов Они очень согласованы Ну, допустим Выберем Donuts Результаты, в общем-то Ну, для сравнения выберу Чтобы показать, насколько согласованы эти тесты Запускаем Итак, большая табличка Скопирую ее в Excel, чтобы выделить Интересующие ячейки Сделаю фильтр по этому столбцу Выберу здесь только Россию Сделаю фильтр по этому столбцу